итак здравствуйте дорогие друзья меня зовут Олег Янушкевич и мы продолжаем уроки по использованию электроскрипки и процессора эффектов которые вы видите рядом со мной второй урок мы начнем с такого интересного очень эффекта который называется delay в переводе с английского языка все наверное знают называется повтор и с помощью этого повтора можно иногда сделать довольно таки интересные вещи о которых я как всегда в конце урока поставлю видео где вы посмотрите что можно сыграть что можно сделать с этим эффектом сегодня мы подробнее остановимся на этом эффекте я покажу как он работает как он использует так давайте остановимся отдельно на звучании каждого из дилеев я сейчас покажу как они работают например в вашем процессоре наверняка должны быть аналоговый дилей цифровой дилей и пленочный дилей стерео дилей и ping pong потом может быть еще реверс это повтор в обратном направлении того что вы играете задом наперед и так каждый аналоговый дилей но мы только что его с вами пробовали вот он звучит давайте чуть больше повторов сделаю и микс чтобы вы слышали повтор да вот так звучит аналоговый дилей теперь цифровой дилей он звучит как по мне немножечко громче немножечко жестче но все это можно пробовать смотреть зависимости от той музыки которую вы играете этот или иной тембр может вам даже очень пленочный дальше стерео дилей для меня вот именно стерео дилей более такой акустический стерео дилей раскидывает как бы ваше звучание в левый правый канал дальше пинг-понг хорошо послушать будет наверно вот так сейчас вот так вот это задом наперед воспроизводит особенно очень хорошо послушать это когда я думаю современным композиторам бы понравился этот эффект они бы уже написали на эту тему парочку который можно тут покрутить давайте их конечно же все покрутим за что каждая ручка отвечает time время повтора после которого будет звучать повтор например мы играем вот сразу же пошел звук чуть-чуть двигаем его дальше вот видите расстояние немножко увеличилось максимально далеко ручка вот аж когда вот он долгожданный звук вторая ручка репет повтор сколько будет повторов после нашей игры ручка микс это громкость того повтора звучания которое вы слышите после своей игры давайте сделаем максимальное значение сейчас повтора немножко громкость и послушаем что будет происходить я знаю что по своему личному опыту что очень много гитаристов использует тв и практически всегда хотя бы маленький но используйте в том что тв и очень интересно использовать когда допустим мы сейчас повторы убираем оставляем время вот где-то в таком в таком положении главное не переборщить как наверное с любым другим эффектом вот сейчас вы слышали такое ну противное звучание если честно было почему это было потому что нужно его очень точно настроить влияние он должен повторять и конечно же подмешать немножечко реверберации только тогда он будет звучать вот давайте я сейчас попробую более-менее отстроить звук delay плюс добавить немножечко реверберации и послушаем как это будет я хочу сказать что использование delay реверберации вы можете совмещать с использованием акустической скрипки потому что ни delay ни реверберация не меняют тембры звука и вы можете это вполне красиво и хорошо использовать с акустической скрипкой когда повтор вашего же акустического звука будет идти за вами и ну это будет сейчас я попробую сыграть для вас на акустической скрипке который подключил конденсаторный микрофон к радиосистеме а радиосистему уже подключил к процессу акустической скрипке и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»